Всем доброго дня и отличного творческого настроения! Сегодня мы с вами будем делать золотую розу из металлизированной гофрированной бумаги золотого цвета. Для листьев золотой розы я взяла гофрированную бумагу 562 номер, оливковую. Мне кажется, что к золоту больше подходит такой цвет. Нам понадобится тейп-лента, вот такая для обмотки стволиков, проволока флористическая и палочка, на которой, собственно, будет крепиться роза. Весь материал для творчества вы можете приобрести в онлайн-магазине Мир рукоделия. Ссылка под видео. Из золотой гофрированной бумаги, вот она металлизированная, нам нужно нарезать прямоугольники 25 на 7 сантиметров. Заворачиваем по бокам, по двум сторонам, полосочку, потому что будет видно изнанка, если мы этого не сделаем, то, видите, белая сторона будет видна и будет некрасиво. Поэтому мы делаем такие завороты, такие загибы. И тогда эта сторона будет вот такая красивая, вся золотая. Теперь, чтобы она держалась, нам надо склеить. Уносим клей, приклеиваем на половинку и склеиваем. Так, с этой стороны нужно не до самого сгиба. Вот, готов такой прямоугольничек. Теперь край растягиваем. И при помощи карандаша или палочки мы закручиваем одну сторону, вот смотрите, наискосок, и вторую сторону также наискосок. Теперь, хорошенечко выгибаем, делаем такую ложечку, хорошенечко растягиваем середину. Низ растягивать не надо. Мы его сейчас будем склеивать. Сюда наносим клей на ножку. И стягиваем ножку вместе. Вот у нас получилась такая ножка. Мы ее выгибаем назад. Так, выгнули. Когда застыла, мы опять растягиваем. Делаем опять такую выемку. Металлизированная бумага, гофрированная, очень хорошо принимает форму, какую нам надо. Вот там, здесь мы вытягиваем. И придаем ту форму, которая нам нравится. Вот такое творчество. Вот такой получился, получается красивый лепесток. Золотой. Вот еще подкрутить или подогнуть. Здесь можно еще загнуть. Вот, получился вот такой красивый лепесточек. И так все делаем. На одну розу у меня идет 15-16 лепестков. И так мы начинаем уже приклеивать к палочке сами лепестки. Сначала возьмем отрезочек бумаги, гофрированной, и заклеим верхушку палочки, чтобы если даже разойдутся лепестки, ее не было видно. Ну, вот так. Просто наносим клей. Вот, склеиваем. Ну, а теперь берем лепесток любой и начинаем приклеивать. Сначала нам надо приклеить, закрутить его по кругу. То есть, первый лепесток мы приклеиваем плотненько. Так. И закручиваем. Все. Вот серединка бутончика готова. Металлизированная бумага хорошо гнется. Вы можете загнуть, как вам нравится. Все. Серединку мы сделали. А дальше начинаем приклеивать лепестки уже в том порядке, чтобы они находились, ну, чтобы было красиво. Так, примерили, посмотрели красиво. и клеить их на одном уровне. Приложили. Я так делаю. Серединку приклеила. А теперь уже боковушечки. Смотрите. Чем... Чем ближе будут они приклеены, то будет бутончик. Вот сейчас, если мы делаем бутончик, вот, можем сделать так. И у нас получится бутон. Все. Вот такой бутончик достаточно будет. Но дальше, чем дальше, тем мы больше отставляем лепестки, и роза будет пышнее. Поэтому сначала мы близко приклеиваем, потом дальше. Вот примерили, посмотрели. вот сюда подходит. Так. Отклеиваем серединку. А теперь боковушечки. Так. Удобнее мне. Теперь эту сторону. Смотрите. В процессе можно подправлять, подкручивать. Дальше смотрим, примеряем, где у нас. Так. Открутили. Дальше. Смотрим сюда, да? Вот. Применили. Опять серединку подклеиваем. Или одну сторону можно приклеить, чтобы держалась. Дальше вторую сторону. Размер я выбрала средний, да? Для моей вазочки он мне хорошо подходит. Но можно сделать таким образом любые лепестки. Любого размера. Больше, меньше. Это принцип понятен. Дальше смотрим, где. Вот здесь вот хорошо будет. Дальше приклад, приложили, посмотрели. Подходит хорошо, значит, приклеиваем. Все подклеили. Вот получилась у нас такая розочка очаровательная. Теперь надо делать плодоножку. Плодоножку я буду делать из зеленой бумаги. Вот такого цвета. Отрезаем прямоугольник шириной 15, но длиной 20-25 сантиметров. приблизительно. И делаем заборчик. Так. Вырезаем произвольно. Ну вот как раз на 10 сантиметров примерно вырезаем. Вот получился у нас такой заборчик. Теперь что мы делаем? Теперь мы должны его так выгнать. Оп. И каждую полосочку так выгибаем. чтобы сделать их более закрученными. Мне нравится, когда они более закручены. Можно еще и подкрутить. При желании. Можете не подкручивать. Ну, мне нравится, когда они более закручены. Поэтому я их подкручиваю. Вот. Они потом выпрямятся немножко и будет как раз красиво. И вот теперь мы начинаем их вот таким образом приклеивать. Вот. Сначала самый краешек. Здесь, а сюда ножку. Вот так. Загибаем. И получается такая плодоножка. И чешелестник такой получается. Так. Подклеили. Здесь сверху натягивать не нужно. Нужно, чтобы они лежали эти свободно. наши загогулинки есть. А сюда вот загибаем. Так. Притягиваем прямо к палочке. Так. Получается такая кудрявенькая розочка. Так. Ну вот смотрите, что у нас получилось. Очень получилась миленькая. Волшебная розочка получается. Теперь нам надо сделать листики, а потом уже будем закручивать нашу ножку. Для одной веточки листьев нам понадобится одна проволочка длиной длиной в 30-40 см. 4 проволочки сантиметров 15-20 см. И прямоугольники где-то 7 на 10 и 4 прямоугольника чуть поменьше. Ну, примерно 5 на 8. Разрезаем наши прямоугольники по диагонали. теперь мы их вот так переворачиваем, чтобы они были вот такими ромбиками или как назвать, вот такими летучими змеями. Вот, теперь у нас будем склеивать их. И будем приклеивать теперь проволочку на большую и длинную, а коротенькие на маленькие. Наносим клей на одну сторону, прикладываем проволочку, уносим еще раз клей и прикладываем треугольничек. Следите, чтобы вот эти полоски гофрированные шли вверх. снизу вверх обязательно. Дальше мы берем и вырезаем лист, форму листика придаем. Так. И теперь делаем таким пальчиком и выгиваем такие оборостки делаем, чтобы лепестки были более естественными. Все. можно вырезать. Это приживание. Да, вовсе не обязательно делать такие. Если хотите, можете сделать небольшие треугольные выемки. вот как по розочке прямо красивой будет. Вот получился такой листик. Теперь берем тейп-ленту и обматываем. тейп-ленту лепестки. Тейп-ленту лепестки. обматываем чуть ниже вот как они будут чуть ниже и приматываем их. Эти чуть выше, эти чуть ниже. Здесь в месте соединения нужно несколько раз хорошенечко тейп-лентой закрутить, закрепить. Вот. Дальше следующее берем парочку и делаем их еще ниже. Вот смотрите. Эти здесь вылейте и тоже чуть ниже. И опять хорошенечко закрепляем. Закрутили и дальше уже обматываем тейп-лентой. Вот поэтому тейп-лентой очень хорошо пользоваться для таких изделий. Для таких целей. Так. А теперь раскрываем. Сгибаем как можно подаем другую форму. Вот получается такой листик. Вот хотите два листика на одну розочку. Можно их соединить. Дальше хотите один. Теперь берем тейп-ленту и начинаем обматывать палочку. Сначала здесь закрепляем хорошо в начале. Держится. Закрепляем здесь, потом поднимаемся наверх. здесь нужно хорошенечко закрепить в самом начале. Все закрепили. Дальше уже начинаем обматывать. Обматываем до того момента, где у нас будет лист. На одну розу идет или один листик, или два листика. Как хотите. Вот у нас лист. Смотрим, где у нас. Можно его чуть ниже сделать. Вот так достаточно будет. Все, теперь приматываем вместе с листом хорошенечко несколько раз здесь закручиваем, закрепляем и дальше уже обматываем до конца. То есть и с проволочкой он будет хорошо держаться. Все, и палочку по диагонали мотаем, обматываем до конца. Так, обмотали, теперь листик расправляем, выгибаем его так, как нам нравится. Любую ему форму придаем. И вот, пожалуйста, у нас получилась такая чудесная золотая роза. Вот и все. Если вам видео понравилось, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, кто не подписался. До новых встреч, дорогие друзья. Всего вам самого наилучшего. Пока!